И снова здравствуйте, всем привет, Блендер 2.83 Давайте в этом ролике посмотрим, как можно анимировать вот этого персонажа гуся Так, вот такой вот гусь, крылья я не делал, конечно, если будут потом какие-то анимации, нужно уже прыжки Гусь должен выпускать крылья, как-то ими там двигать, словом, какое-то движение должно идти Ну, пока давайте для рассмотрения посмотрим, что у него тут за риг Вот такой у него риг, нажимаем на кости и заходим в плосмод Лапы сделаны, как и у человека, только немножко, вот здесь вот изгиб идет Колено типа назад, а другая часть вот здесь вот согнута Ну, а в основном позвоночник, вот тут эта кость G Отвечает за задницу Так, Ctrl Z Здесь вот шея, здесь костей можно делать побольше Это вот R идет к головам Ну, а вот эти две кости, именно чтобы при сгибании вот этих частей Вот, допустим, мы опускаем голову Чтобы вот эта грудь не деформировалась Чтобы грудь не деформировалась Вот, такое вот дело Этими костями тоже, кстати, можно управлять Если голову нагибаете, то можно немножко их где-то подгибать Также можно косточку еще здесь добавить Ну, и направляющие вот на эту часть назад поставить Чтобы не терялись вот эти колени Типа задние части Вот это вот, как она называется Лапа Давайте посмотрим, что еще тут нужно с ним сделать Итак, делаем первый давайте кадр Пробуем Разворачиваем где-то вот такую Позу Выбираем косточку Жмем G И ставим лапу где-то вот сюда Вторую лапу То бишь Это какая у него Ну, от меня вот эта левая А эта от меня правая Ну, так и есть Так, теперь По лапам Идти Наш вот этот перматый друг так не может На расставленных лапах Надо вот эту лапу немножко Как бы к центру подтягивать И по линии смотреть, как они тут устроены Также снизу Что тут можно сделать Вот эту лапу Вот эту Немножко развернуть вовнутрь А эту лапу Тоже вовнутрь Но только Вот таким вот образом О Сверху это выглядит Где-то вот так Ну и прописываем Так, это слишком Наверное Многовато Лапа вытянута Немножко по-божески Давайте Чуть-чуть G Тройка на нампаде Чтобы опять же Все это стояло на полу А не было в подвешенном состоянии Ну где-то вот в таком духе И немножко G Как бы ее Приседает Потому что ноги расставляются И тело уходит вниз Пишем A и Локроп Первый кадр у нас есть Да что я сегодня заговариваюсь Наверное Притомился Так Десятый Теперь убираем кадр И нужно вот Все это дело Теперь подправить Тут вот еще в чем Будем Делать анимацию Движения Именно вперед Поэтому Будем тянуть Вот за эту кость Постоянно За главную Вот эту Так Вернемся Наверное Еще на первый кадр И вот эту лапу Наверное G И поднимем R Английское Чуть-чуть перекрутим G Немножко Как бы Вдаль Отведем Как бы Вот так И вот эту часть Тоже Подогнем Теперь это дело Все Опять же G И ставим На пол Прописываем Опять А и Локрут И делаем Следующий кадр Теперь Как я и сказал Берем Вот эту Косточку И ее Вытягиваем Вот так Здесь Здесь ставим Пониже А здесь Вот эту Лапу Немножко Теперь Перекручиваем Немножко Вот так Ее Припускаем И Вот за Эту Косточку Поднимаем Как бы Повыше Что ли И смотрите Как тут Все устроено Сейчас я вам даже Рисовалку Поставил Так Единица На нам Поди Не работает Сейчас Отключим ее Пока Единица На нам Поди И вот Есть у нас Гуль Гульчик Хрустальный Лапы Должны Вот Как бы Сюда Вот так Вовнутрь Ого Вот это У него Поворот Так Это Делит И вот Лапы Должны Как бы Вот К центру Постоянно Ити Вот Теперь Что нужно Сделать Нужно Вот это Тело Так Это Мы Удалим Тело Немножко Перетянуть Вот на Эту Лапу Сейчас Вот Опять Вам Нарисую Возможно Вам Не видно Вот На Эту Вот Этот Центр Так Отключаем Поправляем И Теперь Вот Эта Косточка Семерка На нам Паде И немножко G Вот сюда Чтобы Опора Была Вот На эту Лапу Ну Перебарщивать Тоже Нежелательно А И Лок Рот Следом Опять же Десятый Кадр Опа Натворил Я делов Так Это У нас Значит G Десятый Кадр Ну А Первый Наверное Прописать Получится G Вводим Вот сюда Его Эту Лапу Так Вот Так Эту Лапу G Вот Сюда И Вот Так Перекручиваем И Вот Эту Часть Опять же Немножко G Назад А Эту Лапу Тоже Подальше А И Лок Рот Так Смотрим Что Вообще Получается Первые Два Кадра Так Вот Здесь Уже Придется Щеколотку Чуть Чуть Оттягивать Но Это Потом Так Что Тут Лапа Поднимается Вот Эта Лапа Должна Находиться Именно Под Гусем Вот Это Он На нее Как Бы Опирается Что Ли Так Ставим 20 Кадр Включаем Видимость Костей И Теперь Вот Самая Фишка Что Вот Эта Лапа Вот Эта Лапа Должна Быть Вот Так Натянута Во А Эта Лапа Должна Пройти Где-то Вот Сюда Здесь Мы Перекрутим И G Немножко Вытянем Вперед Так Что Тут У нас С Перекруткой Отключаем Видимость Костей Смотрим Что Еще Тут Получается Так Модель Модель У меня Далека От Идеальная Но Эту Т Можно Еще Поджать Для Начала Вот Эту Косточку G Г Еще Вперед Что Л Подать Мы Экспериментируем С вам А И Вок Роб Отключаем Косточки И Смотрим Что Получается Так Вот Это Не Есть Гуд Так Вот Это G Нагая Еще Ниже Должна Быть Так Вот Это Как Наверное Ну Так Что Л А И Рок Рот И Смотрим Опять Корректируем Рихтуем Ну Шаг Он В принципе Делает Теперь Вот Три кадра У нас Есть Вот Эти Вот Тут Потом Еще Вот Этот Кадр Можно Прописать Тут Пятый Немножко Подредактировать Ну Три кадра Есть Теперь Нужно Нам Замкнуть Вот Этот Цикл Именно На Вот Эту Лапу Сейчас Я вам Ее Опять Нарисую Вот На Эту Лапу Она Теперь Должна Стать На Уровень Пола Вот Такая Штукенция И Повторяем Вот От Первого Кадра Вот От Этого Пляшем Только Зеркалим Так Смотрим Что У нас Теперь Получается Возвращаемся На Первый Кадр И Вот Вы Видите Что Нога Вперед Это Назад Теперь Должна Это Вперед Быть А Там Назад Все Понятно Тридцатый Кадр Выбираем Центральную Кость Тройка На Нампаде Где-то G Делаем Вот Так Вот Эту Косточку Перекручив Назад И G Вот Эту Кость И По Ногу Ставим Вот Сюда Вот Таким Вот Образом А Эту Ногу Поднимаем G Делаем Ей Перекрутку Еще Немножко G Натяжечку Ей Делаем И Перекручиваем Ластой Вот Так На Опять же G Подставляем И Чтобы Вот Эта Точка Опять же Желательно Чтобы Попадала Вот Откуда Вы Взяли Эту Лапу Вот Желательно Чтобы Ориентир Какой-то Был Как бы Вот Я тут Так не нарисуюсь Вот по центру Как-то Центровать Все это Дело Так Отключаем Смотрим Дальше Прописываем А И Лок Рот Так Что у нас Получилось Так Шаг Он делает Все нормально Теперь Сороковой Делаем Кадр Он должен быть Как и Десятый Кадр Это Вот Лапа Поднята Это Чуть Посажено Да Не Проблема Берем За центральную Опять же Кость Берем G Делаем Чтобы Здесь Был Центр Опять же Нарисую Лапа Должна Быть По центру Вот так Вот таким Вот образом Да И Теперь Вот эту Лапу G Поднимаем Вот так Перекручиваем Можно И Вот этот Ласт Как бы Выравниваем Пишем А И Урок Рот Смотрим Вообще Правильно Сделано Нет Так Можно Даже Видимость Костей Отключить Так А Вот Чтоб Тебе Здрасте Да Так Это Вот Таким Вот Образом Развернем Модель О Здесь Как-то Он Гуман Не Стал Получше Вроде Как Давайте Перепишем Тогда Сразу Раз Замечено Нужно Переписывать Сразу Так Это Вот этот Кадр Десятый Десятый Выбираем Косточки И Вот Эту Жмем Ведем Пониже Как Вот Вбок Что Л Вот Так А И Вок Рот И Вот Интересно Я Вот Забыл Так Вот Она В принципе Касается Пола Так Значит Десятый Корректируем И Увы Вот Этот Уровень Пола Так Немножко Р Корректируем Во А И Во Кроп Ну Посмотрим Что Получилось Гуся Пошел Это Получается Здесь Три Кадра Здесь Два Чтобы Понять Какой Будет Двадцатый Кадр Лапу Вперед Только Другую Так Пятидесятый Кадр Выбираем Опять же Позвоночник Жмем Вот так Ориентир На Лапу И Эту Лапу Ж Подставляем Сюда Так Здесь Мы Р Конечно Перекручиваем И Ж Немножко Как бы Вперед Ну Можно Еще Немножко Р Подогнуть И Смотрим Что Получается Вы Видите Насколько Гуч Сбивается Но Это Пока Не Проблема Это Уже Следующий Этап Это Все Дело Подравнивается Сначала Нужно Чтобы Он Хотя Я бы Правильно Шел А И Вокров Ставим Пока 50 кадров И вот Он Пошел Вот У него Даже Здесь Смягчилось Вот Он Делает Второй Шаг Так Второй Шаг Он Делает 3 6 Вот Теперь Нужно Вот Этот Кадр Вот Этот Кадр Так Раз Два Три Поднимает Лапу Теперь Опускает Здесь Вот Так Здесь Вот Так Опускает Поднимает В принципе Все Нормально Теперь Если Продолжать Эту Анимацию То Вот Этот Кадр Вот Этот Кадр Уходит Где-то Пока На 60 Ну Так Как У нас Идет Движение Персонажа То Это Уже Нужно Продлевать Все Это Дело Дублировать Я Потом Все Это Дело Опять же Так Ну В принципе Все Шаг Он Делает Все Вроде Мягенько Все Нормально Все Пока Пойдет Ну Давайте Теперь Корректировать Вот Эту Часть Если Десятый Кадр Единица На Нампаде У нас Так Еще Откорректирован Ну Двадцатый Уже Как Бы Так Как Бы Нет Потому Что Нужно Вот Эти Лапы Тоже Немножко Перекручивать И Как Подводить Вот Сюда Вот Центру Ближе Вот Таким Вот Образом Вот Если Что-то Пошло Не так То Выбираем Кокус И Джей Немножко Доводим До Центра Вот Так Пишем А И Вот Рот Ну Теперь Вы Видите Что Гусь Вот Сам Гусь Должен По Центру Ити Лапы Могут У него Уходить Вбок Там Как-то Перекручиваться Разная Походка Но Вот Эта Башка У Курей И У Гусей Постоянно Находится Как бы Вы их Не вертели То Бишь По уровню Что-ли В одной Точке Вот Точку Он держит Глазами И Вы его Как бы Тело Не перекручивали Сюда Там Сюда Вот Так Вот То Голова Будет Короче Вот Как-то Так Кто в семье Живет Понял О чем Я говорю Так Это мы Дело Опять же Отключаем Ну Подкорректировать Теперь Нужно Вот Этот Кадр Это У нас Тридцатый Вот Лапа Вот Эта Лапа Должна Стать Вот Сюда Вот Так Ну А Тело По-любому Нужно Семерка На намкаде Как бы G И По центру Поймать Вот Так Пишем А И Вокрут Смотрим Следующий Кадр Здесь Вот Вообще Интересно Он Попер Здесь Вот Надо Лапу Вот Эту Семерку Тройка Единица На намкаде G Подставить Вот Сюда Вот Так И Тело Тело Семерка На нампаде Ну А G Ну Как бы На эту лапу Ориентир Давление Ставим На эту лапу А И Лок Роу Так Следующий Кадр Опять Он заплясал Так Не беда Семерка Поправляем G Вот Так Лапу Немножко Сюда Смотрим Что у нас С этой лапой Так Ну В принципе Нормально А И Лок Рот Подключаем Видимость Костей Так Единица На нампаде Получается Вот Вот такая Походка Так Здесь он Даже Лапу Поднял Давайте Чуть Чуть Больше G На эту Лапу Ведем А И Крок Рот Единица На нампаде И кости Отключаем Во Отцентровался Курица И вот Получается Вот таким Вот образом Он тут Ходит Так Это еще В процессе Можно будет Подкорректировать Именно Вот эти Ласты Снизу Это выглядит Где-то Вот таким Вот образом Вот так Немножко Тут надо Если Модель Делать Лапы Чуть Чуть Отдельно Чтоб Грудину Так сказать Не тянули Вот эту Низ Ну а так Модель Ничего Неплохая Вроде как Мне нравится Так Единица На нампаде Следующий Вариант В чем Заключается В походке Гуся Ити Идет Правильно Нужно Понимать Что Вот Пошла Вот эта Лапа Так Давайте Только на нампаде И покажу Наверное Вот на этой Лапе Так Вот Где она Становится Вот Это у нас 30 кадр И получается Сверху Гусь Ровно идет Ну в принципе Он не может Так ровно Ходить Почему Потому что Вот это Тело Опять же Нарисуем Так Вот Имеется Нога Вот эта И гусь Так устроен Что у него Наклон Поворот Корпуса Будет идти Именно к этой Ноге Так Следующий Семерка На нампаде Вот Так Я его Наверное Нарисую Получается Если Нога Идет Сюда То Корпус Поворачивается К ноге Вот Вот это Все Дело Нужно Чуть Чуть Развернуть Так Это Опять Удаляем Выключаем И Смотрим Что Это Происходит Вот Эту Косточку Центральную Уберем И Р Немножко Доводим К этой Ноге А И Лок Рот Переписываем Тридцатый Кадр Вот Теперь Гусь О Вот Теперь Нормально Он Как бы К этой Ноге Грудину Повернул Можно Еще Конечно Довести Следующий Вариант В чем Заключается Единица На нампаде Сверху Мы Довели Тело Но У него Еще Движется Вот Эта Вот Часть Так Вот Эта Часть Должна Тоже Повернуться Вот Таким Вот Образу Поэтому Нужно Выбрать Опять же Центральную Кость Единица На нампаде И Как бы Чуть Чуть Ее Перекрутить Наклон Дать На Эту Лапу Вот Пишем А И Вокрут Ну Тут Следом Еще Одна Фишка Появляется Что Голова Вот Эта Вот Голова Она Должна Как я Скал Держать Эту Точку Голова Остается На Месте Тут Может Шея Как-то Вертеться Корпус Движется Но Голова Идет Ровно А И Лок Рот И Посмотрим Что Получилось Вот Он Ставит Клапу Пошел Перекрут Вот Этот Переворот Так Так Виднее Нагод И Вот Теперь Перекрут Нужно Поставить Где Он Тут Ставит Две Лапы Вот Они Так Это У нас Тридцатый Кадр Здесь У нас Должен Быть Так Раз Вот Он Пошел Пошел Лапа Поднимается Здесь Вперед Уходит Так Вот Здесь Уже Так Пока Его Встанем Смотрим Теперь Вот Эту Вот Эту Лапу И Здесь Вот Нужно Сделать Так Вот Он Пошел Становится На Десятом Кадре Семерка На Нампаде Нужно Подкрутить Вот Эту Часть Тела К Этой Лапе Немножко Так Единица Нампадик Чуть Чуть Теперь Нагнуть В эту Сторон А Бушку Вернуть К Центру Вот Что-то В таком Духе А И Лок Рот Ну И Смотрим Что Получается Пошел Наклон На Эту Лапу Следом Идет Наклон К Этой Лапе Ну В принципе Нормально Пишет Так Все С этим Делом То Бишь Понятно Теперь Тут Еще Один В чем Вопрос Будет Заключаться Тройка На Нампаде И Падрово Это Значит Первый Падр Вот На Первом Кадре Вот Эту Голову Р Вот Так Можно Выкрутить И Вот Как Б Вот Посерьезнее Так Поставить И Задрать А И Вопрос Вот Вот Смотрим Что Получится Все Теперь Пошел Опуск На Десятом Кадре Здесь Теперь Можно R Голубь Припустить Получается Получается И Лок Рот А На 20 На 20 G Немножко Гуся Поднять Вверху И Вот Так Вот R Голову Наклонить Вперед А И Лок Рот Так И Что Получается Вот Голова Пошла Следом Вот На 30 Кадре То же Самое Повторяем Как И На Первом Кадре Так Это Голова С Вывертом Гордый Профиль Тоже Здесь R Перекручиваем R Подставляем И Вот Так Как А И Окроп Ну И Повторяем Здесь Тоже На 40 Кадре Значит Что У нас Тут Выходило Голова Опуск Вперед Вот Эту Косточку R И Вот Эту Нагинаем Здесь Идет У нас Немножко Приседания А И Лок Рот Получается Где ноги Расставлены Там Идет Опуск Тела Где Ноги Более Менее Вот Вот так Сведены Здесь Получается Что Можно Сделать G Подъем Как Вот Ну Вот Таким Вот Обором Чуть Чуть Повыше Это По Прописке Потом Вот Голова Заработала Так Что У нас Тут Получается На Двадцатом Кадре Голова Опущенная Голова Поднятая Ну Здесь Голова Р Опущена А И Вот Тут Еще Вот Такой Вопрос Можно Крутить Само Тело Вот Если Он Так Стоит Можно Вот Так Развернуть Давайте Я поставлю На Тридцатый Кадр Разворачиваем И Вот Так Перекручиваем А И Лок Рот Ставим И Тогда Нужно Вот Этот Кадр Тоже Прописать Р Как бы На Вытяжку А И Лок Рот Ну И Вот Он Будет Как бы Лодочкой Так И Оп Вот Где-то В таком Духе Ну Уже Прикольно Так Смотрим Теперь С этого Ракурса А Лучше Сразу Семерки Сверху Чтобы Не Было Перебоя Вот Вы Видите Что На Двух Кадрах Поменялся Наклон К Ноги Уже Пляски Как Таковой Нету И Голова Работает И Тело Наклоны Вроде Держит Если Захотите Сделать Более Поприкольней Походку Ну Тогда Можно Сделать Сейчас Я вам Покажу Что-то Ну Допустим Вот Вот В таком Духе И Выкрутить Вот Эту Лапу В В В Дополнительно Косточку Ставить Дальше Вытягивать Вот Так Вот Таким Вот Образом Он Будет Еще Прикольнее Идти Вот Так И С Головой Чуть Чуть Тут Поработать Чтобы Как бы Голова Больше Мотылялась На теле Вот Такая Штукенция Так Ну Пока Вот Такой Вот Походняк Простой У гуся Нужно Его Сделать Именно На месте Как Сделать Ну Вот Точка У нас Есть Сейчас Я Сохраню Этот Файл Потом Буду С ним Еще Работать Чтобы Вам Показать Чтобы Шел Гусь На месте Это значит Тройка На 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 Примечаем Вот Этот Первый Кадр Где На 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 Эту Точку Где Он Стоит И Перепрописываем А И В В Крот Вот И Получается Он Теперь Будет На Месте Ити Ну Следом Конечно Нужно Этот Кадр Переписать Тоже Выделяем А Английская И Отводим Вот Где То Тут Его Ставим А И Лок Рот Следом Возвращаем Вот Этот Кадр На Центр Пишем А И Лок Рот Ну И Конечно Вертаем Назад Вот Этот Кадр Последний Ставим На Точку Вот Так Вот Пошел Он Как Бы На Месте Идет Вот На Этой Точке Так Это Тоже Понятно Да Как Продлить Теперь Анимацию Давайте Я опять Включу Сохраненный Файл Вот У нас Анимация Здесь Заканчивается Это Все По Прошлым Роликам Я Это Уже Все Показывал Но Уже Заодно Теперь Shift A Merge Открываем Фон Единицы На Нам Паде R Английское Все Перекручиваем Так N Панель Winters K Чтоб Вам Видно Было G Ставим Где-то Вот Сюда План И Теперь Заходим В Материалы Находим Новый Материал И Ставим Сейчас Покажу Мэш Тексту Вот Эту Так Теперь Выбираем Папку И Нужно Будет Вам Скачать Я Уже Показывал Вот Где-то Такой Ориентир Сейчас Он Появится Загрузится В Шкалу Так Тройка На Номпаде Транспозом Можно Все Это Дело Перекрутить Вот Таким Вот Образом И Вот Так Все Вытянуть Вот Такая Простенькая Шкала С Ставим Где-то Подгоняем И Вот По Первому Кадру Опять же Равняем Вот Здесь Должна Быть Десятка Так Это Немножко Можно Поровнее Можно Так Просто Стоит Да Стоит Вот Десятый Кадр Должен Быть Или Посередине Персонажа Или Вот На дальней Ноге Мы Ориентируемся Допустим Вот По Девятке На Девятке Стоит Нога Теперь Выбираем Кости Заходим Post Note И вот Эти все Кости А Английская Дублируем И Shift D Перетаскиваем Вот сюда Вот Это Получается У нас будет Шестидесятый Кадр Уже И 110 Ну Ставим 110 Кадр Enter Вот Получается Он Прийти Начинает И тут Вот Его Начинает Вот Такая Штука Долбать Вот В таком Духе Это Не Есть Хорошо Опять же Бывает Такой Момент Это Значит Delete Кейфрейм И Попробуем Английская А Так Модель Тоже А Выберем Английская А Тут И Шив Д Копируем Пробуем Вот Вот Теперь Должно Быть Нормально Да Вот Теперь Нормально Вот Вы Видите Что Он Возвращается Назад Потому Что Он Тут Прописан Вот Нам Нужно Теперь Понять Где Он Остановился Остановился Допустим На Восьмерке Вот Теперь Мы 60 Кадр Нужно Транспозом Чтобы Равнее Все Это Было Перетаскиваем Голубя На Восьмерке А И Лок Рот Вот Теперь Вот Здесь Этот кадр Будет Присутствовать А Остальные Будут Уносить Его Вдаль Перепрописываем Дальше Ставим На Восьмой Кадр Опять же А И Лок Рот Ставим На Другой Кадр Перетаскиваем Его Опять На Восьмерку А И Лок Рот Это Тоже Уже Должен Быть На Восьмерке А И Лок Рот Опять же Так Сейчас Если В пароле То Лок Рот Так И Получается Что Так Это Он Уже Восьмерка Так Вот Этот кадр Уже Не Восьмерка А Семерка Чуть Шаг Потерял Вот Семерка А И Лок Рот Ну И Этот Уже Пляшем От Семерки Вот Чем Шкала Хорошо Что Знаете Где Поставить А Если Шкала Еще Есть Мелкие Деления Какие То Метки Будет Еще Прикольнее Точнее Так Ну Этот Кадр Тоже Ставим Уже На Семерку Поплотнее Все Так Наступил А И Лок Рот Ну А Теперь Смотрим Результат Вот Гусь Пошел 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 Здесь У него Теперь Немного Сбой Идет Так Вот Здесь Он Уже Должен Быть На Семерке Вот Такие Моменты Нужно Ловить Так На Семерку А И Лок Рот Тогда Придется Переписывать Полностью Вот эти Кадры Раз Кадр Один Был Пропущен Значит Здесь Опять На Семерку А И Лок Рот Подправка Идет Итак На Семерку А И Лок Рот Ну а Конечная У нас Теперь Шестерка Вот Так А И Лок Рот Ну если Где-то Что-то Поставили Кривовато То Немножко Будет Конечно Сбой Ну а Так Вот Гусь Ходит Нормально Вот Так У него Походка Так Обжит Ну Теперь Можно Вот Эту Удалить За Ненадобностью Смотрим Что Да Как Как Он Вообще Гусь Движется Не Дергает Ли Не Ломает Ли Вот Чуть Чуть Тут Голова Пошла Вверх Грудь Вниз Это Надо Все Дело Корректировать Ну А Так Вот Так Вот Способ Если Нужно Так Я Опять Это Все Дело Сохраню Если Нам Нужно Теперь Сделать Анимацию Мягче Вот Здесь Он Будет Ити Ну Как Тут Грубовато То Мотаем Таймлайн Кольцом И Можно Добавить Еще Вот Эти Кадры Промежуточной Вот Эти Прописываем Допустим Вот Тридцать пятый Кадр А И Это Не А И Переключаемся Так Космод А Вот Теперь А И Лок Вот И тут Добавляем Где-то Можно Еще Корректировать Вот Если На Этом Кадре Так Тройка На Нам Падет Здесь Вот Можно Немножко Где-то Его Подправить Где-то Чуть Допустим Присадить Где-то Чуть Чуть Приподнять Ну Словом Сделать Ему Какую-то Динамику Помягче Так Делаем Сорок Пятый Кадр А И Лок Роб Ну и Добавляем Эти кадры Двадцать Пятые Потом Пятнадцатые А И Оно Тут Уже Все Прописано Единственное За исключением Некоторых Деталей А И Лок Рот Ну и Так Продолжаем По всей Анимации Нужные Кадры Вот Эти Которые Подправлен Тут Семидесятый Сдвинулся Его Можно Протянуть Восьмидесятый Если Где-то У вас Какой-то Кадр Ушел Тоже Можно Протянуть Семьдесят Пятый А И Лок Рот Ну и Записываем Вот эти Так Вот эти Три Кадра Выбираем И Сразу Три Корректируем Если Ушли У вас Восемьдесят Пятый А И Лок Рот Здесь Получается В чем Вся Фишка Вот Семьдесят Пятый Вы видите Как он Стоит Все Правильно Вот Здесь Раз И У него Походняк Тут А Вот На Девяносто Пятом Возможно Будет Или Вот Какой Был Восемьдесят Пятый Вы видите Что Одна Нога Стоит Одна Вроде Приземляться Должна Так Ноль Так Единица На Нам Паде Тройка На Нам Паде Вот Где-то Можно Эту Лапу Возможно Чуть Чуть Поднять Повыше Вот Чуть А И Лок Прописать Вот Получается Вот Теперь Он Мягче Стал Ити А Если Плапа Была У земли Почти То Уже Могла Быть Ну Стряс Ковбар Нажать Английскую С И Все Это Дело Как Опять же А Выделить Все Кадры И С Как Допустим До Шестидесятого Подтянуть Вот Так И Вот Теперь Походка Должна Стать Быстрее Более Менее Ну Вот С Этим Мягкостью Вот С Корпусом Нужно Немножко Еще Конечно Разобраться Может Корпус Как-то Перелепить Может Головы Больше Движений Добавить В принципе Ходит Он Если Вот Еще Больше Ускорить То Неплохо Так То И Ходит Ну Такая Штукенция Вот По Такому Персонажу Я Еще С ним Буду Работать Возможно Потом Добавлю Крылья Чтобы Он Как-то Крыльями Действовал Может Еще Корпус Как-то Риг Немножко Подкорректирую Какие-то Кости Добавлю Ну А потом В следующих Как-нибудь Роликах Покажу Все Всем пока До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров